Валерий Иванович Телеченко Валерий Иванович Телеченко Родился в 1947 году в Курской области В 1970 году окончил механический факультет Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева В декабре 2003 года избран ректором Московского государственного строительного университета Заслуженный деятель науки Российской Федерации Академик Российской Академии архитектуры и строительных наук Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники Президент Международной Ассоциации строительных высших учебных заведений Вице-президент Российского Союза строителей Научный консультант редакции Большой Российской энциклопедии Опубликовал более 450 научных трудов В том числе более 40 учебников, учебных пособий и монографий Я благодарю вас, что вы пришли на нашу программу и первый мой вопрос Владимир Иванович, в следующем году исполняется ровно 10 лет, как вы возглавляете Московский государственный строительный университет Основную кузницу строительных кадров нашей страны Скажите, пожалуйста, какие основные достижения вы могли бы отметить за эти 10 лет? Да, очень хороший вопрос для меня Я стал ректором в 2003 году И, конечно, мне, наверное, повезло Потому что именно в это время начался определенный подъем в экономике России И, конечно же, стало очень много позитивных изменений В плане развития и образования По сравнению с 90-ми годами, конечно, я беру, когда был очень серьезный спад И вот, собственно, это и явилось таким стимулом для серьезной модернизации вуза, его материальной базы Это было первое такое вот решение, что нужно приступать к серьезной модернизации И, наверное, это можно назвать и результатом, поскольку к этому надо было прийти И это не случилось прямо в первые дни Нужно было понять, что за тебе досталось вот эта доля, вот это дело, вот это большое серьезное учебное заведение Начав эту деятельность, мы, в общем-то, шли путем, наверное, многих вузов И когда был объявлен конкурс инновационных образовательных программ в 2007 году Мы вступили в него, уже более смело определив какие-то приоритетные направления И стали одними из победителей этого конкурса Я считаю, что это был один из очень серьезных результатов Поскольку он позволил вузу сразу же вот шагнуть очень сильно в плане развития То есть эта вот модернизация, ее как бы такая концептуальная часть была подкреплена мощной материальной поддержкой Ну и ресурсной поддержкой Как говорится, на плечах этого уже наметившего успеха Мы приняли участие в конкурсе на статус национального исследовательского университета В 2010 году также вошли в число этих ведущих вузов России И это был уже очень серьезный результат Ну вот как раз то, что вы стали научно-исследовательским институтом Наверное, вы считаете, что это одно из главных результатов Да, это один из главных результатов Собственно, вот движение не только мою бытность ректором А развитие нашего МИСИ Который раньше назывался Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева Вот перерастание его в университет И становление его уже как в статусе национального исследовательского университета И я считаю, что это вот и участие нашего коллектива И в какой-то степени и мой результат Владимир Иванович, в 1970 году вы закончили Московский государственный строительный университет Правда, раньше он назывался Московский строительный институт Почему вы сделали свой выбор именно в пользу этой профессии? И как на этот выбор повлияли ваши родители? Да, я одно из своих достижений в жизни считаю то, что я стал студентом МИСИ Почему МИСИ? Ну, в жизни много есть поворотов, которые человека сопровождают Это можно назвать судьбой И здесь сошлось очень несколько таких обстоятельств Я МИСИ узнал, будучи еще школьником Участь в школе Моя семья жила в Казахстане В целинном совхозе Мой отец был первоцелинник В 1954 году Его направили по партийному, как тогда говорили, набору Город Целиноград На Целину В Целиноград область Тогда была Акмолинская область И он организовал совхозы Он был директором совхоза И я, затем он перевез семью нашу И вот с 1955 года я жил в Казахстане В Целиноградской области Там же закончил школу И когда я учился в девятом классе Это был 1963 год примерно Я в журнале, такой был журнал «Техника молодежи» Я прочитал такую статью Стрельчука Ректора МИСИ, Николая Антоновича Стрельчука И я помню такой, знаете, подъем Такое, как будто бы я читал о каком-то сказочном таком мире Где вот эта учеба, аспиранты, преподаватели, профессора Профессия И это запало мне в душу Я никак не мог представить себе, что через некоторое время Я стану ректором строительного института МИСИ Второе обстоятельство, это было то, что мне так тоже в жизни получилось Что я перевелся учиться в Москву И уже пришел в МИСИ как студент Это было на третьем курсе И, в общем-то, вот такая цепь таких совпадений Перевела меня сюда Я не могу сказать, что родители очень сильно повлияли На выбор моей профессии Потому что у меня отец был агроном Он всю жизнь занимался сельским хозяйством Мама у меня была химик И она, можно сказать, декабристка Она пришла Мы приехали в Казахстан В степи, в степи ставил вагончик И мы там семьей вот Жили, отец строил дома Был построен современный совхоз И мама, конечно, всю свою вот этот Тот период жизни своей посвятила семье Организации быта семьи И мы считали, что это очень Отец делает какое-то очень большое громадное дело И мы все должны ему, значит, способствовать В этом помогать Для меня не было проблем учиться в школе Я закончил школу с медали И у меня были вот амбиции такие Что я решил поступать так куда? В МГУ на МИХМАТ Но по конкурсу я не прошел И вот тогда я поступил в Цельнограде В инженерно-строительный институт Выбрав специальность механики Ну а потом, я уже говорю, я вот перевелся в МИСИ На сегодняшний день у вас более 450 научных трудов Это и монографии, это и учебники И ряд другой литературы И в частности там есть ваша научная работа Экология города Вообще Москва сложный город Не стоит об этом даже говорить И очень важное место занимает здесь Освоение подземного пространства Но также и сохранение, наверное, архитектурных Это очень много аспектов И сохранение архитектуры И, значит, комфорт И удобство И окружающая среда Мархи и ваш ВУЗ Это два профильных ВУЗа, которые занимаются Градостроительством в Москве И вы являетесь основным ВУЗом И ваши студенты будут принимать участие Может быть не сейчас, после окончания Именно в освоении подземного пространства Москвы Как исследовательская работа ведется в этом направлении в вашем ВУЗе? Строительство – это вещь очень структурированная На самом деле, да? Подземное ли строительство Мостостроение, домостроение Довольно существует определенная специализация Мы готовим таких специалистов И у нас очень сильно это направление Это направление связано с грунтами Это кафедра механики оснований грунтов и фундаментов Это очень серьезная кафедра Которая изучает грунт Его состояние, его устойчивость Его характеристики Какие можно строить сооружения И в этом плане у нас очень огромный опыт Практически вот на всех объектах Москвы Крупных объектах Я не хочу сказать, что вообще на всех Принимают участие наши специалисты Это инженерное изыскание Это разработка технологий Укрепления фундаментов, оснований Это создание такой вот подземной урбанистики Что очень важно Ну и конечно с выходом уже на надземную часть Ну надземная часть Я сейчас не хочу говорить о соответствии Взаимодействии архитектуры и строительства Хотя это тоже вопрос очень всегда в наших кругах Он всегда обсуждается Кто же главнее Архитектор, строитель И конечно же создавать облик здания Его конструкцию Это наша совместная задача Но мы больше Инженерия Это технологии Это конструкции Это материалы Безопасность Безопасность обязательно Да, вы совершенно правы Инженерные системы А вот архитекторы Это уже вот облик Это уже красота Или не красота Это уже вот мы создаем вместе Вот скажите пожалуйста Из 450 Даже чуть больше Наочных трудов Написанных вами Сколько учебников По которым учатся студенты Не только вашего вуза Но наверное и других Я вот так вспоминаю Что у меня где-то порядка 40 Учебников и монографии Есть несколько учебников Которые очень хорошо пошли Понимаете Учебник написать Ну я не могу сказать Что легко Ну во всяком случае Для специалиста Это довольно интересное задание Но будет ли его читать И будет ли им пользоваться А вот у нас он пошел Это технология строительных процессов Это технология возведения Зданий и сооружений Это технология возведения Подземной части зданий и сооружений Ну бывает да Учебники Вроде кажется Такой простой А он как-то лег на душу Этим студентам Они очень Его начинают Им нравится Вы являетесь Почетным работником Образования Вьетнама Да Вот расскажите пожалуйста Как это получилось Это интересная страница В истории университета Ну и так оказалось Что и в моей Я во Вьетнаме был много раз И первый раз Я был там В году В 1986 Тогда еще только-только Закончилась война Во Вьетнаме И мы там были Тогда ректором был Владимир Яковлевич Карелин И мы с ним приехали В Хануйский инженерно-строительный институт Почему? Потому что этот институт Создавался С нашими профессорами В свое время В 54-м году Конечно же по просьбе Вьетнамского правительства Туда прибыла партия Наших профессоров По разным направлениям И вот в том числе Несколько наших профессоров Они стали формировать Строительное образование В Вьетнаме И на основе его создался Хануйский инженерно-строительный институт ХИСИ Его называли Сейчас это университет Инженерно-строительный Тоже Хануйский И мы приехали тогда Продолжить контакты Мы принимали довольно большое количество Студентов из Вьетнама к себе И они заканчивали Уезжали Становились там специалистами Руководительными Разных предприятий Структур Вот И я видел как Вьетнам Возрождается Мы там сегодня ведем Серьезную образовательную деятельность Мы совместно ведем Подготовку уже специалистов Совместно с нашими Вьетнамскими коллегами И вот в этом году Был первый выпуск Уже как бы Специалисты Которые мы обучали В Ханой Не в Москве А в Ханой Используя Различные современные формы В том числе и дистанционные технологии Когда приезжаешь во Вьетнам Вот родней людей там нет Вот кажется что Это все родственники Они встречают вас Но только они на руках не носят Это они готовы Ну вот Ну все сделать Чтобы поблагодарить Высказать свое уважение Благодарность Вот этим И вот Когда наш университет Отмечал 80 лет Вот Вьетнамское правительство Приняло решение О награждении Нескольких наших профессоров В том числе меня Таким знаком Я знаю что Востребованность Выпускников Ваших профессий Которым вы готовите В ВУЗе Она сейчас очень большая Очень огромная Вот расскажите пожалуйста Есть ли у вас статистика Собираете ли вы эти сведения Сколько ребят После окончания ВУЗа Остается работать Именно в стране Именно по профессии Мы создали Кадровое агентство Даже не какой-то там Комиссию Там или Отдел Кадровое агентство Называется КАСКО Одной из задач Является Отслеживать Как наши выпускники Куда они уходят Конечно же Во-первых Это Знакомство с работодателями Там ярмарки Вакансии Ну это традиционные вещи Информация Реклама И так далее И так далее А вот Отслеживать Вот Я могу вам сказать Что пожалуйста Может любой человек Прийти проверить Посмотреть Вот сегодня Есть Такая вот книга В этой книге Расписаны Каждый Каждый выпускник И написана Специальность его Список И написано Что он на сегодняшний день В каком состоянии находится Вот скажем На 1 июля Да Я могу вам сказать Что Те кто Уже Работает По специальности Было 76% Это только после Вот окончания Сейчас Вот это окончание Это еще 1 июля Но тогда возникает вопрос Что работодатель Уже заранее Их выбирает Еще на стадии обучения На стадии обучения С какого курса Это происходит Курс этот Молодеет Молодеет То что На пятом курсе Работают Практически все Это я могу вам сказать Абсолютно точно Ну Все как Большая часть Работает На четвертом курсе Наверное Работает Половина На третьем курсе Работает Тоже Такая Значительная Часть Вот начиная С третьего курса Мы Не препятствуем Учебе Это не мешает Ну Если говорить В классическом Понимании Конечно Студент Должен Сидеть На занятии Библиотеке Над проектом Приходить Сдавать Но Сегодня Мир Так устроен Что Информацию Можно узнавать Очень и очень В разных формах В разных видах И Те Кто Кто Может организовать Свою Вот учебу Те Учатся Конечно же Я могу сказать Что К сожалению В нашем вузе Довольно Большой отсев Происходит Вот На этих Курсах Отсев Отчисления Из-за Неуспеваемости Одной из причин В том числе Является То Что Ребята Не то Что они Не хотят Учиться А то Что они Не успевают Вот Но Препятствовать Мы тоже Не можем И даже Если мы Очень захотели Это только Есть Другой путь Это Создание В университете Рабочих мест И Вот Вовлечение Студентов В своем Доме В разные Дела В науку В учебные Дела В хозяйственные Дела Культурные Дела Спортивные Особенно Это Вот Один из Способов Сочетать И то И другое Ну вот Все-таки Какие Специальности Наиболее Востребованы На ваш взгляд По Итогам Этого года Направление Строительства 13 специальностей Вот Начиная Вот Промышленное Гражданское Строительство Значит Вот Проектирование Зданий Городское Строительство И хозяйство Ну и так далее Вот И там Автомобильные Строительства Автомобильных Дорог Строительство Мостов Строительство Аэродромов Вот Широкая Очень такая Сфера И действительно Все объекты Не такие Есть специфика Самая Основная Специальность Строительства Это промышленное Гражданское Строительство И все это Прекрасно Понимают И туда Самый большой Идет Конкурс Но Вот могу вам Сказать Что например Есть такая Специальность Теплогазоснабжение И вентиляция Это тоже Входит в группу Строительства Специальность Официальная Туда Казалось бы Вот Сегодня Один из самых Высоких Конкурсов Это складывается Из такого Вот Звучания Общественного Почему Когда начинают Говорить о Энергоэффективности О Энергосбережении О новых Инженерных Системах О новых Технологиях В этой Области Тут же Сразу Все Ага Сразу Ловят Что Чего Где Это Как Это И Это Хорошо Строитель Это Очень большое Направление С Существующими Но С нового В новой Системе Обучения Двухуровневой Бакалавр Бакалаврят Магистратура Там Все упрощается Есть одно Направление Направление Архитектура Направление Строительства И направление Градостроительства Три направления А в каждом Направлении Есть так называемые Профили Они Немножко Напоминают Специальности Но Немножко Не так Выделено Это Профили Практически На первых Двух курсах Все получают Одинаковую Подготовку По Дисциплинам И только на третьем курсе Начинается Вот такая Профилизация А Ну Это В общем-то В основе Лежит Самой системы Подготовки Потому что Довести себя До уровня Высокого Специалиста Ты можешь В магистратуре Или Идешь Работать Производство И на производстве С помощью опыта С помощью Системы Повышения Квалификации Доводишь себя До Тоже Определенного Так сказать Уровня Вот Собственно Что Нас ожидает В ближайшее Будущее Расходы на образование Для государства Это бремя Или все-таки Это инвестиции В будущее Государство Несомненно Что это Инвестиции В будущее Вот Глядя на Студентов Глядя Вот на Первокурсников Да И уже Выпускников Все время Мысль возникает Что вот Не на Это не высокие слова А все время Возникает Мысль Вот Это люди Которые Меня сменят Вот это люди Которые Придут Меня уже не будет Они будут еще Видеть Что происходит И Это Инвестиции В любом плане Даже если Человек Не придет Там Работать По своей Специальности Это Инвестиции В будущее Вот Мы уже Говорили с вами Что как-то Немножко в обществе Меняется Отношение К образованию Ну может Я не хочу сказать Во всем обществе Я хочу сказать О своей Отрасли Строительной Потому что Строительство Тоже не обошли И процессы И спада И кризиса И такого Небольшого Развала Вот Не обошли И Был момент Когда Вот Создавались Коммерческие Фирмы Предприятия И все думали Что Да Инженеров Полно Я сейчас Свистну Только Все сбегутся Я только Покажу им Купюру Все тут же Прибегут Ничего подобного И когда Наступил момент Это был Ну вот Я уже говорил Что там Какой-то год Вот где-то Там Пятый Шестой Седьмой Год И Один человек Очень Уважаемый Очень Такой Серьезный Человек Подошел Ко мне И Однажды И сказал Пора Инвестировать В будущее Он Имел ввиду Что он Готов Так сказать Прийти в наш Пописительский Совет Университета И Внести Свой вклад В это Дело Понимаете То есть Вот вам Пожалуйста Люди Ответственные люди Просто приходят К этому Сами Поэтому я хотел бы Вам Сейчас предложить Подписать договор Который мы с вами Подготовили Направленный На Более тесную Более плодотворную Работу Между каналом Просвещения И Вашим Университетом С удовольствием Прошу Спасибо Спасибо Я думаю Конечно Сегодняшняя наша Программа И сегодняшнее Наше подписание Совместного Договора Она послужит Более тесному Сотрудничеству И телеканала И вашего вуза Я хотел бы спросить Валерий Иванович Вот Вы сегодня принесли Журнал Строительные кадры Скажите пожалуйста Основная задача Этого журнала И Как часто он Обновляется И Какие интересные Материалы Вы здесь Приводите Это наша Многотиражная газета Строительные кадры Которая Вот сегодня Имеет такой формат И Она издается Один раз В месяц Мне кажется Она имеет Очень современный Такой Облик И Ее цель Основная Это Поддержание В университете Атмосферы Месси Всегда славился Своей атмосферой Особой И это Основная задача Показать Как живут Студенты Что они Думают А эта газета Доступна Всем студентам Всем студентам Она Большой тираж И она Расходится В университете Через Наши студентские Организации И она Доступна Всем Как вы думаете Наличие Такого Издания Оно поможет Молодежи Правильно Ориентироваться В выборе Профессии Наша Многотиражная Газета Она как бы Расходится Внутри Университета И задача Основная Чтобы Тот Кто пришел В университет Он знал бы Чем живет Университет Ну и конечно же Рассказываем О наших Ветеранах О профессорах О своих Интересных Вещах Мне нравится Эта газета Она Я ее Всегда Читаю Владимир Иванович Ну тем не менее Я хочу Предложить Продолжить Нашу программу Перейти К Блиц-опросу Ваш Любимый город Россия Москва Основная Черта Вашего Характера Это Системность Ваш Девиз По жизни С самого Детства Девиз Передо мной Мир Ваша Настольная Книга Это Что-нибудь Историческое Сколько Длится Ваш Рабочий День Ну Вообще Если Сказать Формально То Ну Где-то Наверное Часов Девять Десять Как Вы отдыхаете Сейчас Мой любимый отдых Это поехать В хорошее Красивое Место Где есть Где походить Мы В день Вот С женой Обычно В таких местах Мы проходим По Десять Двенадцать И пятнадцать Километров Это самое Лучшее Время Провождения Валерий Иванович Скажите Пожалуйста Вот Что Вы Не умеете Делать Но Всегда Хотели Научиться Ну Я Вот Славлю себя Часто На мысли Что Мне нужно Было В детстве Все-таки Добиться Того Чтобы Научиться Играть На Допустим На Фортепиано Я Могу Там Петь Я Могу Играть На Гитаре Вот А вот Это Не освоил И Все время В жизни Как-то Меня Все время К этому Возвращается Вот Если бы Я мог Валерий Иванович Я благодарю вас За интересную беседу Но К сожалению Время нашей передачи Подошло к концу А нашим телезрителям Напоминаю Что Сегодня в гостях Слово ректора На телеканале Просвещения Валерий Иванович Теличенко Ректор Московского Государственного Строительного Университета А теперь я передаю Слово ректору Прошу вас Большое спасибо За приглашение На передачу Я Очень серьезно Отношусь к этому Поскольку Действительно Вот Это Взаимосвязь С университетами Выход Взаимосвязь С такой Творческой Аудиторией Средой Это очень Очень важно Я хотел бы Сказать Что Я очень Люблю Свой Вуз Я Практически Всю жизнь Связался С этим Вузом Я считаю Что Он Вуз Хороший Мы Я бы Хотел сказать Ребятам Что Профессия Строителя Это Очень Очень Важное Дело Востребованное Дело Я не хочу Конечно Агитировать Ни за Профессию Ни за Вуз Но могу Вам сказать Что Вот Учиться Нужно Всю жизнь Всю жизнь Научиться И Самый Большой Совет Который Я могу Дать Тем Кто Смотрит Меня Особенно Молодежи Конечно Это Старайтесь Полностью Отдаться Какому Нибудь Делу И Это Приведет Вас К Успеху В Любом Любой Профессии Это Это Проверено Жизнью Продолжение следует